школьный проект по окружающему миру 4 класс заповедники национальные парки россии план история охраны заповедных мест россии карта заповедника в россии интересные факты о заповедниках Карта национальных парков России. Интересные факты о национальных парках. Обзор заповедников. Обзор национальных парков. Заключение. История охраны заповедных мест России насчитывает более 100 лет. 11 января 1917 года в России появился первый государственный заповедник Баргузинский. Он был учрежден постановлением Иркутского генерал-губернатора от 17 мая 1916 года. Создание заповедника было оформлено постановлением правительства. Охраняемые государством заповедники и национальные природные парки, пожалуй, единственный способ уберечь от гибели хотя бы небольшую часть дикой природы и животного мира. Сегодня в России 102 заповедника и 42 национальных парка. Общая площадь особо охраняемых природных территорий, как федерального, так и регионального уровня, составляет около 203 миллионов гектаров. Однако цифра все меняется, поскольку создаются все новые заповедники и парки. В 1997 году Центр охраны природы и Всемирный фонд дикой природы предложили сделать 11 января днем заповедников и национальных парков. 11 января это день создания Баргузинского заповедника и он стал днем празднования заповедников и национальных парков. Карта заповедника в России. Зеленым цветом отмечены биосферные заповедники и, как мы видим, большинство заповедников располагается по периметру нашей необъятной родины на самых ее окраинах. Так, интересные факты о заповедниках. Самые старые заповедники дата образования, как уже говорилось, Баргузинский заповедник в 1917 году, следом был создан Астраханский заповедник в 1919 году и Эльмейнский заповедник в 1920 году. Крупнейшими из российских заповедников являются Большой Арктический, более 41 тысячи километров, Командорский, 36 тысяч километров и остров Врангеля, 22 с лишним тысячи километров. Все эти крупнейшие заповедники находятся в Арктической зоне. Самыми маленькими заповедниками в России являются Галичья гора, размер его всего 2,3 километра, заповедник Белогорье, 21 квадратный километр и Приокско-террасный заповедник, около 50 километров квадратных. Больше всего заповедников по количеству находится на территории Красноярского, Приморского и Хабаровского краев. Карта национальных парков России и, как видим, большинство национальных парков расположены в европейской части России и по периметру, по соприкосновению с Монголией и Китаем. Факты о национальных парках. Крупнейшими национальными парками в России являются ЮГИ-2 в Республике Коми, более 18 тысяч километров. Рядышком Кыты-Лык, Республика Саха, тоже почти столько же, 18 тысяч квадратных километров. И Беренге на Чукотском автономном округе, тоже 18 тысяч квадратных километров. Самыми маленькими национальными парками в России являются Алания в Республике Северная Осетия, 549 километров квадратных. Дальше Алханай в Забоикальском крае, 1300 километров квадратных. И Анюкский Хабаровский край, 4000 квадратных километров. Самые старые национальные парки по дате образования. Это Сочинский в Краснодарском крае, образован в 1983 году. Лосиный остров в Москве, Московской области, 1983 год. И Самарская лука в Самарской области в 1984 году. Обзор заповедников. Начнем с самых старых. Это Баргузинский заповедник. Баргузинский заповедник является старейшим заповедником России. Создан он как Соболинный заповедник для сохранения и увеличения численности Соболя. На момент создания насчитывалось всего от 20 до 30 особей Соболя. В настоящее время в среднем одна-две особи на каждый квадратный километр. Это единственный государственный заповедник страны, учрежденный до революции в 1917 году. С середины 1930-х годов, выполнив целевую программу по Соболю, перешел в разряд комплексных заповедников. С 1986 года входит в число биосферных резерватов ЮНЕСКО. В 1996 году территория заповедника полностью вошла в состав объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО – озеро Байкал. Начиная с 1997 года, день образования Баргузинского заповедника отмечается в Российской Федерации как день заповедников и национальных парков. К 50-летию Баргузинского заповедника в 1966 году выпущены почтовые марки СССР. Следующий из старейших заповедников – это Астраханский заповедник. Астраханский заповедник был организован в 1919 году для сохранения водоплавающих и околоводных птиц, варварское истребление которых в начале 20 века привело практически к полному исчезновению новых видов птиц. К этому времени в дельте Волги почти исчезли малые и большие цапли, каравайки, колпицы, пеликаны, лебеди, некоторые виды чаек, крачек, поганок и других видов птиц, шкурки и перья которых использовались для украшения одежды, а также яйца для мыловаренной промышленности. За годы функционирования заповедника, благодаря охранным мероприятиям, удалось восстановить численность многих видов, в том числе лотоса и большой белой цапли, которым урожало полное исчезновение. Эти виды стали символами Астраханского заповедника и изображены на его эмблеме. Эльменский государственный заповедник имени Владимира Ильича Ленина Государственный заповедник структурно входит в состав Южноуральского научного центра Уральского отделения. Эльменский заповедник находится в центральной части Челябинской области около города Меас. 14 мая 1920 года по декрету Владимира Ильича Ленина Эльменские горы были объявлены минералогическим заповедником. Целью деятельности заповедника является сохранение в естественном состоянии природного комплекса, выполнение фундаментальных научных исследований, геологического, нейрологического, экологического, биологического профиля, экологическое и естественно-научное просвещение населения. Коллектив ученых и сотрудников заповедника ведет активную просветительскую работу по популяризации науки и пропаганде бережного отношения к природе и защите окружающей среды. В 1824 году немецкий минералог Менга посетил Эльменские горы и оставил их первое описание. В 1825 году он сказал «Кажется, минералы всего света собраны в одном удивительном хребте. Семь и много еще предстоит в этом открытии». Эти слова стали пророческими. Минералы и горные породы в Эльменском заповеднике. Минералов 268 видов. Впервые в мире открыты в Эльменах 16 видов. Видов горных пород свыше 70 видов. Копий расположено свыше 400. Большой Арктический заповедник. Российская природоохранная, научно-исследовательская и эколого-просветительское учреждение федерального значения. Цель заповедника – сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем. Это крупнейший по площади заповедник в Евразии. Большой Арктический заповедник относится к подзоне арктических тундр. А наиболее северные участки – к зоне арктических пустынь. На всей территории заповедника распространены многолетние мерзлые породы. Так называемая вечная мерзлота. В заповеднике обитают 124 вида птиц, из которых 55 видов достоверно гнездятся на его территории. Среди перелетных птиц, нездящихся на таймыре, 6 редких видов занесены в Красную книгу. Это орлан-белохвост, краснозобая казарка, белохвостая гагара, кречет, сапсан и тундровый лебедь. На территории заповедника встречается также 18 видов млекопитающих, из которых 4 вида – морские животные, рыб – 29 видов. В заповеднике водятся белые медведи, дикий северный олень, овцы-бык. Распространены песцы, росомахи, горностайи, лемминги. В водах Карского моря встречаются моржи, белухи, нерпы и морские тюлени, лахтаки. Командорский государственный природный биосферный заповедник имени Маракова. На снимке Командорский заповедник в Валиутском районе. В данный момент Командорский заповедник постепенно преобразуется в национальный парк. К задачам заповедника отнесены осуществление охраны природных территорий в целях сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов. Организации проведения научных исследований, включая введение летописи природы, экологическое просвещение и развитие познавательного туризма. Содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны окружающей среды. Также при переводе в национальный парк у Командорского возникает чрезвычайно важная задача и функция. Сохранение историка культурного наследия. Такая важная миссия возложена сегодня только на национальные парки. В Красную книгу РСФЦР внесены из растений полушник морской, босмачки настоящий и ятабы, лабария легочная, из млекопитающих командорский песец, из птиц канадская козарка, гусь-белошей, берингийский песочник, тихоокеанский чистик, олиутская крачка и другие. В Красную книгу Международного союза охрана природы внесены из млекопитающих клан, командорский ремнезуб, островной кюлень, малый полосатик, а из птиц белоголовый орлан, кречет и сапсан. На территории заповедника существуют объекты исторического и культурного наследия. Это стоянка экспедиции Витуса Беринга с могилой Беринга. Витус Беринг, он же Иван Иванович Беринг, российский мореплаватель, офицер русского флота, капитан-командор, по происхождению датчанин. Именем Беринга названы остров, пролив моря на севере Тихого океана, а также командорские острова. В археологии северо-восточную часть Сибири, Чукотку и Аляску часто называют общим термином Берингия. Остров Врангеля. Самый северный из заповедников Дальнего Востока занимает два острова Чукотского моря. Это остров Врангеля и остров Геральт, а также прилегающую акваторию. Примерно две трети территории острова Врангеля занимают горы, арктические тундры и горы, преобладающие ландшафт. Гидрографическую сеть острова Врангеля составляют около 150 относительно небольших рек и ручьев, лишь пять из которых имеют протяженность свыше 50 км и около 900 некрупных мелководных озер. Мир млекопитающих беднее, причем самые типичные его представители – сибирский лемминг и лемминг-виноградово, которые в воды высокой численности имеют очень большое значение в экосистемах заповедника. Обитают песец, горностай, рассамаха, одичавший северный олень, волки, забредают красные лисицы. Но особенно именитый житель обоих островов – это белый медведь. В летний-осенний период, прилегающий к островам Врангеля и Гральд, акватория становится районом Нагула иммиграций китообразных. Наиболее многочислен здесь серый кит. Галичья гора – самый маленький заповедник в России. Расположен на Среднерусской возвышенности в Липецкой области. Памятник природы и ботанический феномен. Основной объект охраны в заповеднике – это скалы Дивонского известняка, ставшие убежищем для редких растений. Всего флора Галичья горы содержит 650 видов растений. Также в заповеднике Галичья гора в 1990 году был создан питомник редких видов хищных птиц, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Основной целью его организации является восстановление находящихся под угрозой исчезновения популяций этих птиц. В настоящий момент в питомнике содержатся соколы-балабаны, сапсан, орлы-могильники, беркуты и некоторые другие хищные птицы. Используя современные научные методы рассведения, сотрудникам питомника удается получать от каждой пары в 2-3 раза больше птенцов, чем в естественных условиях. Выращенные молодые сокола ежегодно выпускаются в места их исторического обитания. В условиях недостаточного финансирования ежегодно удается выпускать на волю около 15-20 этих птиц. Белогорье. Государственный природный заповедник, расположенный в Белгородской области Российской Федерации. Заповедник Белогорье. Одна из самых маленьких и самых старых особо охраняемых природных территорий России. Организован он в 1999 году на базе существовавшего с 1924 года заповедника «Лес на Ворскле». Цель создания заповедника – сохранение и изучение типичных и уникальных экосистем мелового юга среднерусской возвышенности. На территории заповедника обитает 62 вида млекопитающих, около 180 видов птиц, 16 видов амфибий и рептилий, более 3000 видов насекомых и более 300 видов пауков. На его территории встречаются около 370 видов высших сосудистых растений. Имеется 15 видов рыб. И вот самые яркие представители – это птица золотистая щурка, бабочка махаон и жук-олень. Приокско-террасный государственный природный биосферный заповедник. Задачи Приокско-террасного заповедника Сохранение всего природного комплекса типичного и уникального для данной территории Долговременное комплексное стационарное изучение экосистем заповедника и сопредельных территорий Сохранение и восстановление аборигенной флоры и фауны Разведение, изучение и расселение в местах прежнего обитания европейского зубра Сохранение и изучение уникальных степных растительственных сообществ, относящих название Окская флора Экопросвещение Особое место среди млекопитающих заповедника занимает зубр В 1948 году в заповеднике Заболоцким создан центральный зубровый питомник с целью восстановления этого вида и возвращения его в природу места прежнего обитания Программа «Усынови зубра» существует в Прекско-террасном заповеднике с 2004 года Программа направлена на то, чтобы дать возможность всем желающим воплотить свою любовь к животным в конкретных делах И реализовать свое стремление в сохранении многообразия животного мира Ее цель – привлечение спонсорских средств для улучшения условий содержания, питания и ветеринарного обслуживания зубров в питомнике А также популяризация гуманного отношения к животным В роли усыновителя может выступить как частное лицо, так и предприятие или фирма ЮГИ-2 – в переводе с КОМИ «Светлая вода» – национальный парк на Северном и Приполярном Урале на юго-востоке Республики КОМИ ЮГИ-2 является самым большим национальным парком России На территории парка и его границы расположены самые высокие вершины Урала Горы Народная – 1895 метров Карпинского – 1803 метра Колокольня – 1721 метр Тельпоз – 1620 метров Сабля – 1497 метров И своеобразный символ парка Монарга – 1662 метра Одна из главных ценностей парка – кристально чистая и экологически безупречная природная вода На громадной территории распространено более 600 видов высших растений Более 40 видов млекопитающих 200 видов птиц Более 1000 видов беспозвоночных животных Среди представителей растительного и животного мира немало эндемиков и реликтов В том числе редких занесенных в Красные книги России и Красные книги Республики КОМИ На национальный парк возлагаются следующие основные задачи Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков и объектов Сохранение историко-культурных объектов Экологическое просвещение населения Создание условий для регулируемого туризма и отдыха Разработка и внедрение научных методов охраны природы и экологического просвещения Осуществление государственного экологического мониторинга Восстановление нарушенных природных и историко-культурных комплексов и объектов Национальный парк Кыталык Национальный парк в Олаиховском Улусе, Республике Саха, Якутия Основной целью создания нового нацпарка стало сохранение восточно-сибирской популяции стерха Стерх, белый журавль, якутское название стерха Кыталык Внесен в международную красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения И как редкий вид в красную книгу Российской Федерации Численность всех стерхов в дикой природе в мире составляет всего не более 3000 особей Что ставит их на третье место от конца среди всех видов журавлей При этом популяция западно-сибирских стерхов сократилась до 20 особей Что поставило ее на грань полного исчезновения Птицы крайне требовательны к определенной среде обитания И считаются наиболее приспособленным к жизни в воде видом Хотя во время зимней миграции их среда обитания может быть более разнообразна Питаются и устраиваются на ночлег птицы исключительно на мелководье Берингия Национальный парк расположен на территории Провиденского, Чукотского и Лутинского районов Чукотского автономного округа На западной стороне Бериного пролива Именно здесь распалаются одни из крупнейших в северном полушарии птичьи базары Многочисленные лежбища моржей и других ластоногих Это важнейшие районы обитания водоплавающих и околоводных птиц Белого медведя, тюленей, белухи, уникальных растений берингийской флоры На этой территории наиболее высокий для всей Российской Арктики процент представителей растительного и животного мира Занесенных в Красную книгу России Для развития познавательного туризма открыта рекреационная зона А также возможно посещение особо охраняемой зоны в сопровождении специалистов парка Большая часть особо охраняемой зоны и заповедная зона это абсолютно нетронутые первозданные земли Национальный парк Алания образован в 1998 году В целях сохранения уникальных природных комплексов в юго-западной части Республики Северной Осетии Алания Использование их в природоохранных, просветительских, научных и культурных целях Создание условий для развития организованного туризма в этой зоне Животный мир Национального парка Алания очень богат Что связано с разнообразием естественных ландшафтов Здесь отмечено 32 вида млекопитающих Из которых наиболее интересными являются живущие в Высокогорье Восточно-Кавказский тур и серна, имеющие статус кавказского подвида Национальный парк Алханай образован в 1999 году Для охраны, изучения и рекреационного использования горно-таежных ландшафтов Забайкалья А также для охраны культовых мест бурятского народа Интерес к Национальному парку Алханай возрастает со стороны как паломников, так и туристов Воды источников считаются священными, используются населением в лечебных целях В июле-августе максимальное количество посетителей Алханая за день доходит до 2000 человек В среднем за летний период июнь-середина сентября парк посещает более 30 тысяч гостей В парке разработано и действует более 10 научно-познавательных туристических маршрутов Пешие, автомобильные и комбинированные Сочинский национальный парк стал первым национальным парком России В Сочинском национальном парке реализуется программа по восстановлению популяции переднеазиатского леопарда в дикой среде В 2013 году в парке впервые в России в неволе у пары леопардов появилось потомство Национальный парк Лосиный остров Крупнейший лесной массив в Москве и крупнейший среди лесов, расположенных в черте города Виды из Красной книги в национальном парке Лосиный остров Из птиц это серый скоропут, орлан-белохвост, скопа, белая лазаревка Из флоры спорасис курчавый, пальто-коренник балтийский, мутинус собачий, ежовик корловидный Самарская Лука Государственный природный национальный парк на территории Самарской Луки, расположенный в Самарской области Входит в состав Средневолжского комплексного биосферного резервата, созданного под эгидой ЮНЕСКО Территория национального парка богата многочисленными природными памятниками и памятниками истории культуры Один из них Молодецкий курган Визитная карточка Жигулевских гор и центральный объект посещения национального парка Самарская Лука Доступен для посещения Имеет уникальные объекты природной среды, в частности каменистые степи С этим объектом связано большое количество лингент, связанных со Степаном Разиным, волжскими богатырями и волжской Булгарией Виды отдыха в национальном парке Самарская Лука Пеший, водный, конный, велотуризм, пикниковый отдых, рыбалка Возможно организация пикникового отдыха, наличие причала судов и бухты Объект включен в официальный туристический маршрут национального парка Самарская Лука Заключение Национальный парк – территория, где в целях охраны окружающей среды ограничена деятельность человека В отличие от заповедников, где деятельность человека практически полностью запрещена, на территорию национальных парков допускаются туристы В ограниченных масштабах допускается хозяйственная деятельность Выводы 1. Заповедники и национальные парки сохраняют живую природу, спасают от вымирания разнообразия видов, сохраняют природное наследие страны и всего мира 2. В заповедниках и национальных парках охраняются участки, имеющие большое значение для сохранения культурного наследия 2. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова